Довезут каждого. Транспорт в день города будет работать до последнего пассажира. История в камне. На пересечении улиц Роза Лексимбурга и Ефремова открыли памятник Высоцкому. Серебряная свадьба. Семья Лопатиных поделилась секретами семейного счастья. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Рентовый Армавир в студии Ирина Рухлядко. Транспорт в день города будет работать до последнего пассажира. С пятницы по воскресенье в Армавире пройдут основные торжества с поздними концертами и салютами. И те, кто решит увидеть все это лично, смогут вернуться домой. На дне общественности маленьким мэром рассказали о графике движения, о плане праздничных мероприятий и наградили лучших. В праздничной дате Армавир подходит с внушительным багажом побед и во многом это заслуга маленьких мэров. Так называют те, кто работает квартальными, председателями самоуправлений, одним словом выполняют общественную нагрузку. Таких людей в Армавире несколько сотен. Хочу сказать, что вы молодцы. У нас вместе с вами многое получается, хотя еще очень много проблем, которые нам предстоит вместе с вами решать. Проблем очень много. И уверен, что дорогу осилит ведущий, а наша дорога правильная и верная. Квартальным рассказали о плане праздничных мероприятий. Армавирцев ждет немало сюрпризов. Презентация новых скверов, скульптурных композиций. На пятницу запланировано открытие детского сада в Северном микрорайоне. Постепенно город решает главную проблему – нехватку мест для малышей. В этом году задача стоит завершить еще два объекта. Это детский садик новый, который строится на 280 мест на улице Луначарского в районе третьей школы. И детский садик на 120 мест, который строится в районе городского стадиона на улице Чечерина. О тех, кто праздник захочет увидеть своими глазами, позаботились и транспортники. В основные дни торжества – троллейбусы, автобусы и маршрутки – будут ходить до последнего пассажира. Маршруты будут работать власти районной города. Всех выведем. На дни общественности подвели итоги смотра конкурса на лучший округ по санитарному состоянию. Поздравили жителей, которые отличились в благоустройстве придомовых территорий. Наградили участковых. Хорошую работу и активную гражданскую позицию отметили благодарностями главы и денежными премиями. Ирина Рухлядка, Сергей Шульц, Служба информации, телеканал РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Армавир ежегодно собирает лучших бардов на фестиваль, посвященный Владимиру Высоцкому. А в этом году знаменитому актеру, автору и исполнителю песен в нашем городе установили памятник. Монумент появился в районе оптики. Песни Высоцкого слушали и исполняли люди многих покорений. Его творчество актуально и в наше время. В песню истребителя Владимир Высоцкий словно вложил свое обращение к потомкам. И хотя смысл его строк больше понятен людям старшего поколения, его песни не теряют популярность и у молодежи в 21 веке. На открытие Бюста собралось немало почитателей творчества знаменитого актера Ибарда. 14 лет в нашем городе проходит фестиваль «Четыре четверти пути», который собирает любителей авторской песни со всего юга России и является важным культурным событием в жизни Краснодарского края, отметил в своем выступлении глава города Андрей Харченко. Творческое объединение наших армавирцев вышло с инициативой, чтобы Армавир получил еще одно памятное место. И самое главное, армавирцы получили памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. Я хочу поблагодарить всех инициаторов за ту инициативу, с которой обратились к властям, и она была поддержана. В середине прошлого века голос Владимира Высоцкого звучал из окон по всей стране. Несмотря на то, что ему было нелегко получить разрешение на проведение концертов, а имя порой вырезалось из титров, популярность этого человека была невероятной. Это о нас. Так часто говорили о его песнях альпинисты, золотодобытчики, ветераны Великой Отечественной войны. Макет памятника человеку, который в своих песнях запечатлел эпоху, принадлежит заслуженному художнику России скульптору Александру Аполлонову. Бюст поэта выполнен в рамках проекта «Аллея российской славы» и безвозмездно передан городу. Мы изготавливаем бюсты, скульптуры, памятники известных людей, прославивших Россию. И по большей части дарим их города, школы, кадетские корпуса, военные училища. Автор проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков и руководитель клуба бардовской песни «Армавирский аккорд» Нина Николаева получили благодарность от градоначальника за вклад в общественную жизнь города. Я думаю, теперь наши гости и участники фестиваля сначала придут к памятнику Владимира Высоцкого, будут возлагать цветы, а потом будет продолжаться фестиваль. Открытие памятника Владимиру Высоцкому – хороший подарок армавирцам в преддверии торжеств, посвященных Дню города. Лариса Юровская, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Благоустройство черемушек могут приостановить. И все из-за жителей, которые не ценят труд других. Пару недель назад в сквере по улице Маркова были смонтированы детские городские спортивные площадки. Для сотни ребятишек они уже стали любимым местом отдыха, но нашлись и те, кто не оценил старания городских властей и привел в негодность некоторые детали игровых конструкций. Подробности далее. Разноцветный паровозик стал любимой игрушкой старшего сына Алены Ворожцовой. Молодая мама старается каждый день приводить ребенка на новую игровую площадку. И однажды заметила, что с главной достопримечательностью парка поигрались далеко не дети. «Совсем недавно поставили паровоз, получается, две, буквально неделю назад, может, полторы. И мы приходили, было все красиво покрашено. И вот сегодня пришли, получается, уже труба расшатана, и здесь не хватает деталей у паровозика. Ну, как бы, тоже не хотелось бы, чтобы все остальные ломали эти все части. Как-то детям нравится здесь, досуг проводим. Ну, то есть сделали красиво парк, площадки». Благодаря городским властям, все, что было сломано, быстро восстановили, закрасили граффити на песочницах. Сейчас ничего не выдает, что в этом парке на днях прогулялись и недобрые люди. Елена Ивченко душой болеет за благоустройство этого района. Она руководит территориальным общественным самоуправлением. Жители неоднократно обращались с просьбами заняться благоустройством черемушек. Ни скамеек, ни городков ничего не было. Некуда было пойти погулять с детьми. Сейчас же не только погулять есть с детьми, посидеть, но и детям есть где поиграть и интересно провести свое время. Мы бы хотели обратиться к молодежи, чтобы она берегла то, что делается в нашем микрорайоне. Найти тех, кто не ценит труд других, непросто. Но случаи, когда в Вармавире вандалов призывали к ответу, были. Помогали в этом бдительные граждане и камеры видеонаблюдения. Вандализм, по сути, представляет собой действие, направленное на порчу зданий и сооружений, а также имущество на объектах транспорта. Уголовный кодекс предусматривает ответственность в виде штрафа, исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев. Если данное деяние совершено группой лиц, то срок может составлять до трех лет лишения свободы. Молодая мама Алена Ворожцова уверена, разрисовать площадку и поломать некоторые конструкции могли лишь подростки. Их обязательно нужно перевоспитывать трудом. Нужно заставить чинить, чтобы приходили, помогали в благоустройстве, подметали, что-нибудь такое делали. Может быть и справиться. Новый парк стал местом развлечения не только для детей и молодежи. Отдохнуть на лавочках приходят и пожилые люди. Дом Александра Токарева находится в нескольких сотнях метрах от сквера. Каждый вечер он гуляет здесь с супругой. Удивляется кардинальным переменам и с заботой о насущных проблемах предлагает на достигнутом не останавливаться. В старые добрые времена я бегал здесь на зарядке, заросшая посадка была. Я никогда не ожидал, что с этого мусорника, который пролетели алкаши, можно было сделать такую прелесть для детей отдых, для стариков для нас отдых. Дети с детьми приходят, куда с ребенком пойти, в туалет сходить. Не построено ни одного туалета, ничего нет. Надо, наверное, эти вопросы все учитывать при строительстве. Городские власти планируют продолжить реконструкцию зон отдыха. В различных микрорайонах Армавира оно надеется и на благоразумие жителей. То, что уже сделано, поддерживать в рабочем состоянии нужно сообща. Ирина Рухлядко, Сергей Шульц, служба информации, телеканал РЕН-ТВ, Армавир. Армавиру 174 года. До праздничных мероприятий остались считанные дни. В честь именин города состоятся концерты, в которых примут участие Николай Басков, дуэт Потап и Настя, молдавский музыкант Дан Балан, Анни Лорак, Екатерина Шаврина, Алексей Глызин и другие звезды эстрады. Антон Прохоров выяснил, как отнеслись к такому подарку горожане и выслушал пожелания Армавиру. День рождения только раз в году. И это событие нужно запомнить надолго. В 2013-м Армавиру исполнится 174. И, как всегда, это праздник для каждого жителя. В прошлый раз день рождения город отмечал с размахом. Все, кому посчастливилось побывать на площади в 2012-м году, запомнили красочное и необычное зрелище. В конце этой недели перед армавирсами предстанет не менее захватывающее действие. Все ждут исполнителей лучших музыкальных композиций. Басков, Шаврина – это интересно. А все остальные, кто это? Не знаю. А Настя и Потап еще известны. Глызин – это старенькие. Фейерер будет, будет весело. Платон, там какая-то Настя, потом Ах, Коля, Басков. Ну, это прекрасно, раз на праздник города будут такие артисты выступать. Это очень прекрасно. Я считаю, что надо идти в город. Хорошо приезжают такие люди. Нашему городу будет приятно. И думаю, что это очень прекрасно. Поднимет настроение жителям нашего города. Такая возможность предоставляется нечасто. И такие люди к нам тоже не очень часто ездят. Поэтому, думаю, стоит сходить посмотреть. Сравнивая предыдущие именины города, жители решили поделиться своим мнением, чего не хватало на прошлых праздниках. Я, как человек, скажем, не такой молодой, мне бы как-то организованности больше, чтобы меньше суеты было. Зрительных мест мало, может быть. А в основном все нормально. А пожилым людям надо где-то просесть, отдохнуть. Наверное, чтобы люди культурнее были, друг друга больше уважали, меньше мусорили. Если бы могли тучи разогнать, тогда было бы все отлично. Город Армавир поражает своей красотой, очаровательными скверами, прекрасными достопримечательностями. Это заставляет сердца жителей отвечать взаимностью. Дню рождения города я хочу пожелать так. Мирного неба, счастья всем людям, взаимопонимания, любви и повышения пенсии и зарплаты. Процветание, я думаю, наш город хорошеет с каждым днем. Пускай так и дальше будет продолжаться. Процветание, еще лучше, какое есть, еще хочется, чтобы еще лучше было. Город очень прекрасный, чтобы он так же расцветал. Процветание, богатство, справедливости. Желаю, чтобы они были здоровы и никогда не болели. Жители города. Все без исключения ждут, чем в этом году нас порадует именинник. Как отметит свои 174 года Армавир, мы можем только догадываться. Но то, что это будет удивительно, никто не сомневается. Антон Прохоров, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Нам очень часто говорят, что все начинается с семьи. Краеведение, танцы, поэзия, фотографии, тяга к путешествиям. Все эти увлечения Надежде и Ольге Лопатиным привели родителям, Александр Петрович и Татьяна Евгеньевна, которые в этом году отметят серебряную свадьбу. Их образ жизни может быть хорошим примером. А все началось с любви. В чем секрет семейного счастья, выясняла Лариса Ировская. Для съемок берег Кубани Лопатины выбрали не случайно. Это излюбленное место для семейных прогулок. Нас легче застать где-то на природе, в поездках, чем дома, говорят Надя и Оля, дочери. И очень рады такому образу жизни. Я посещаю такие места, что просто все запомнить невозможно. В последний раз мы недавно совсем приехали из Атамани. Там проходили фестивали, очень хорошо было. Мы ездим в горы, на море тоже бываем. И создаются впечатления просто незабываемые. Впечатления от встреч с новыми городами, уникальными уголками Северного Кавказа, затем выливаются в творчество. Поэзия, краеведение, танец, журналистика – это только часть увлечений Надежды и Оли. При этом каждое дело девочки доводят до конца и достигают максимальных успехов. В аристократических семьях получили хорошее образование, то есть закончили вуз и дальше уже занимаемся тем, что нравится. Я уже специалист и магистр. Сейчас я в соискании ученой степени кандидата филологических наук. И как не увлекаться, если родители сами не сидят на месте и постоянно в поездках? Краеведение стало не только делом всей жизни, но и началом любви. Молодой сотрудник Краснодарского музея в одной из экспедиций во время лекции встретился глазами с молоденькой девушкой. Татьяна тогда училась в девятом классе, и этот миг оказался судьбоносным. Вот собрались, все внимательно слушают, о чем я рассказываю. И я, значит, беру в руки один из горшков второго тысячелетия до нашей эры. И тут обратил внимание на то, как меня внимательно слушает одна из девчат. Вот, очень красивая, симпатичная, смешленная. И настолько я обратил внимание на это, что буквально раздавил в руках горшок, который пришлось потом по новой склеивать. Второй раз жизнь свела их через два года в Армавирском краеведческом музее, куда перевелся Александр Петрович. Они больше не стали испытывать судьбу и через четыре месяца после этой встречи поженились. Спасибо силе, закипающей в тебе. А вот любви не говори спасибо. Любовь сама спасает и хранит. Ее чудесный аромат летит страстями озаренного болида. Вот так, рука об руку, глядя в одном направлении, они вместе уже 25 лет. Татьяна Евгеньевна активно занимается краеведческой работой. Вводит экскурсии по заповедным местам Северного Кавказа. Пишет стихи, ведет студию восточного танца в городском дворце культуры, и это только часть увлечений. При этом она полностью опровергает устоявшееся мнение о том, что работа мешает семейной жизни. Наоборот. Семья – это одно целое, и все должны обязательно в семье поддерживать друг друга. Здесь и роль женщины, и мужчины, мне кажется, в настоящее время, она практически одинакова. То есть, когда семья поддерживает интересы каждого своего члена, то семья сохраняется, она существует, она живет, и у нее есть будущее. Они всегда рядом, вместе проводят городские праздники, где активное участие принимают казаки. Историк и краевед Александр Петрович Лопатин в 2013 году избран атаманом Армавирского городского общества. И все-таки самое главное в их жизни – это семья. Я могу по несколько раз в день сказать мужчинам, что я их люблю. Я думаю, что это никогда не помешает. Всегда внимательно отнестись к их проблемам, выслушать, что у них происходит, как у них происходит. То есть, в общем-то, любви, ну и еще, наверное, терпения. Вот такие простые уроки счастья, за которыми стоит труд, и огромное желание всегда быть вместе. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжит выпуск новостей и прогноз погоды. С ним вас познакомит Марина Локтева. Здравствуйте. В среду, по прогнозам синоптиков, в Армавире будет облачно с прояснениями. Утром столбик термометра покажет 17 градусов, днем поднимется до 24. Ветер восточный слабый, атмосферное давление 740 мм ртутного столба. Что касается памятных дат, то 18 сентября в России отмечается День специалиста по управлению персоналом. Эта профессия пришла на смену сотрудникам отдела кадров советского образца, но сегодня она включает целый список новых требований и обязанностей. От поиска соискателей до определения кадровой политики фирмы. Так что поздравляйте всех своих знакомых. А спонсор этого выпуска прогноза погоды – мебельный салон «Дельфин». Мебель от производителя по доступным ценам. Улица Советской Армии, 83, телефон 5-79-75. На этом о праздниках и памятных датах у меня все. Ирина. Спасибо, Марина. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете. www.ravita.info и на волнах вторая «Дермавир». В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Продолжение следует...